Ванквиш это как анекдот, который ты рассказал и никто не засмеялся, а через минуту этот же анекдот рассказывает кто-то другой и все умирают со смеху. Это точнейшее описание. Знакомая ситуация? Пацаны и пацаны, совсем доброго привет. Самые сложные и первые уровни. Отбулжать новый видос вышел, давай вместе смотреть. Я пока что через... ...зацензуренный кашель. Но тем не менее, реакция с ссылочкой на оригинал внизу. С тебя пальчиком в ансикам. Огромное спасибо всем, кто проставляет. Большущее всем, кто не забывает это делать. Это важно, это нужно, это паса. Вот, комментарии пишите, чем больше, тем лучше. И подписчики, естественно, организуйте, подписывайтесь. Бубен сами, чтоб звенели. Прежде чем начнем, скажу, что есть телеграм-канал. Ссылочка на него внизу, ребята, естественно, как всегда. И отдельная, так сказать, тематическая. Скажу, что есть игрушечный канальчик. Но как заболел, к сожалению, не выкладывалось туда что-то. Какой-то кутентик. Но тем не менее, должен сейчас вот как раз возобновлять. Ссылочка на него также внизу. Ну, всем, кому интересны игрушечки, все, что с ними связано. Все это внизу. Все, давай смотреть. Поехали. Недавно я в третий раз решил пройти Hitman 3. И у меня снова ничего не получилось. На самом деле, это уже традиция, начавшаяся с Hitman 2. Когда я впервые запустил эту игру лет в 10, я совершенно не понимал, как в нее играть. Она была вроде бы похожа на шутер. Я не знаю, в каком возрасте я ее запустил. Уж 10 или раньше, или позже. Но помню, что впечатления ребята были неизгладимые. Убивали, и миссия почему-то могла быть провалена, даже если вы выживали. Конечно же, я удалял игру в полном расстройстве, чтобы через полгода снова ее установить, наслушавшись и начитавшись хвалебных речей об этой игре. Это все повторялось раза 3 или 4, пока я не психанул и решил пройти Hitman 2 по гайду, ступая след в след. И очень хорошо, что я так сделал, потому что без гайда я бы так и не понял, как пройти первый уровень. А гайд, ты знаешь, как выглядели? Гайды как выглядели? Это не какой-то был, грубо говоря, школьник, который тебе рассказывает, как пройти там или еще что-нибудь. Не-не-не, журнальчик открываешь, большой такой прям, и там все написано. Там и гайды, и не гайды, и чит-коды, ребята. Это все в журнальчике, все в журнальчике зафиксировано. А второй уровень из-за своих размеров и количества возможностей заставил бы снова эту игру удалить. И тогда бы у меня не было одной из моих... Или, или, может быть, это не обязательно журнальчик, это может быть диск с журнальчиком. Ну, знаете, были вот эти игровые журнальчики и вместе с ними продавались диски. Но это прям что-то на богатом было, но тем не менее было такое. Вот, на этих дисках иногда вроде как попадались то ли гайды, то ли что-то такое. Поэтому, возможно, оттуда, возможно, оттуда. но особо много источников откуда можно было взять гайд такого прям не было моих самых любимых игр hitman 2 превосходная игра но ее первый уровень почти помешал мне об этом узнать поэтому сегодня не помню что там за первый уровень у hitman 2 прям такой непроходимый то есть у меня таких проблем вроде не решил вспомнить какие еще игры мне удалось полюбить через боль и какие игры имеют настолько тяжелые первые вот это то это чисто прямо обозначение слова боли тут как бы можно в принципе не разговаривать уровне что заставляет игроков и бросить наливайте чай сжимайте булки подписывайтесь на канал 2 сделаем без первым сложновато ну или заваривайте бутербродики в любом случае приятного аппетита всем и сжимания булок тоже не менее приятно и мы начинаем и он начинает есть два типа а начинает он правильно с чего с интеграции ну а как еще это вообще в другом невозможно мои преданные зрители знают что я не особенно люблю серию fallout я к ней довольно равнодушен как как постапокалипсису в целом и меня это всегда мучило поскольку меня постоянно окружали люди попала начало мне нравится такой альтернативный fallout давающий его лучшей серии игр ever я не мог их понять и всегда думал что мне помешало настолько сильно проникнуться и что же и недавно я кое-что вспомню первый уровень я не играл вот в эти старые фоллаута я вообще не знаю ничего о старых полаутах хотя мне они кажется очень интересными мне они кажется интересными где-то в глубине вот там вот где-то там куда заглядывать возможно и не стоит но тем не менее где-то там есть желание попробовать в эти старые фоллаут поиграть но я понимаю что там наверное порог вхождения очень такой прям высоченный максимальный я не знаю сколько было бы комфортно играть прямо сейчас виде старые фоллаута но я наслышал про то что они максимально жесткий хардкорные я могу поверить что там наверное есть какие сложности с первым уровнем в раннем детстве был фоллаут 2 и это все объясняет далеко я мог пройти fallout 2 будучи ребенком правильно не насколько до первого муравья потому что муравьев храм испытаний в самом начале игры задуманы разработчиками как тренировок громко смеяться жестко смеяться сейчас конечно заставлял неподготовленных игроков плакать я был одним из таких свое оправдание я конечно скажу что был нубасом потому что я может быть и знал как играть в дьябло но как работают пошаговые системы там расплодилось их просто в одно мгновение вот так вот этих скелетов их там не было же ребята а дверь открылась целая комната сидит и пытаясь играть fallout 2 как дьябло ты очень быстро ловишь фрустрацию потому что какой-то муравей за 2 секунды делает тебя своим ужином но это же не так должно работать ну не знаю к муравью видимо нужен свой подход ты же должен побеждать поэтому ты выкладываешь все свое да вот и такой сидишь блин ну я же должен быть я же должен побеждать я же я же заплатил я же должен должен же муравьев победить а это хорошая мотивация дальше еще раз пытаться 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 еще раз пытаться от слова пытать себя порство находишь способ убивать муравьев с наименьшими потерями и все ради того чтобы встретить рад скорпионов выход на рабочий стол правая кнопка после этого что fallout 2 какая-то там легендарная да боже упаси самая унылая игра в истории и это было очень обидно потому что никто не говорил про храм испытаний все говорили какая fallout 2 интересная какая на многосторонний а муравей а муравей тоже многосторонний это чё вы все такие молодцы только у меня какие-то проблемы храм испытаний закрыл недоступ к игре о которой все это первый уровень типа так выглядит храм испытаний fallout и старым порядке которые в каждом развале в любом магазине с дисками куда я часто заглядывал fallout 2 преследовала меня и напоминала моей неудачи но вышла fallout а там зачем просто по улице идет муравьев видит летом просто и у него сразу таки флэшбэк этот муравья у людей появился интернет и все стало на свои места люди которые прошли fallout 3 и решили поиграть в прошлой части ожидаемо сталкивались с муравьями и шли на форум и спрашивать советом прохождению храма не подозревая какой огромный гнойник они вскрыли советов давали немного потому что фан-база fallout 2 состояла из самых душных и самых закомплексованных людей типа сам реши мире fallout 3 для олдовых фанатов был как красная тряпка для быка они устроили один из самых жарких холиваров за всю историю игровой индустрии потому что тот говор для них все испортил он испоганил по их мнению величайшую игровую серию как гринч украл у них не поняли поэтому каждый раз когда раньше было лучше кто-то спрашивал как пройти храм испытаний находился человек который писал о выходе с fallout 3 до если ты не смог пройти храм значит и просто недостоин убери руки от нашего святого края казуалища каждый раз простая просьба помочь превращалась в километровое обсуждение но это на самом деле конечно отвратительно если честно немного вот это вот когда комьюнити такое вот токсичное максимально аж неприятно но я про себя говорю мне было бы неприятно как будто в этом комьюнити общаться с ними как-то сразу отталкивает отталкивает это прикольно когда все друг другу помогают такие рассказывают что-то пришел как бы ты допустим ничего не знаешь об этой вселенной вот прям реально ну может быть даже глупый вопрос задал и над тобой не иронизирует и токсичничают а те реально помогают и подсказывать потому что все были как бы тобой в какой-то момент но почему-то блять каждый раз об этом все забывают но это уже другой вопрос и способы и советы кто-то рекомендовал не бить опинать не но это уже другой вопрос это я аж подумал изначально потому что там полотно начиналось из-за того что все таксичничать начинали да как бы вообще уводили все вообще в сторону а тут просто никто не знал ребята такие мы бы рады помочь братан но мы сами в той же ситуации я уже десять лет в этом фоллауте и не могу выбраться из храма с муравьем это такой пришел помощь попросить эти там сидят старики такие бородатые уже знаете помоги нам помоги мы ждали тебя пожалуйста требовал не использовать копье 3 просто советовали обойти всех по стелсу и не мучаться храм испытаний у всех вызывал проблем персонажей создавали не для того чтобы пройти игру а чтобы пройти храм испытаний даже стали появляться гайды с лучшими параметрами для храма и руководство как пройти его не боевым классом и только спустя несколько лет когда ярые фанаты приняли таблетки все задались вопросом а почему собственно говоря храм испытаний такой сложный и вот по легенде разработчики вообще не планировали добавлять тренировочный храм в игру поскольку это еще и тренировочный храм то есть она даже как бы не полноценная игрушка на что не началась не ориентировались на игроков первой части фаллаут уже знакомых с управлением и механиками но издатель в самый последний момент настоял на добавление туториалов новых игроков и разработчики поле от нехватки времени давайте добавим туториал который вообще просто отталкнет всех от этой игры да он должен обучить но не обучаемых не обучить такой знаете чел который лишь принял решение поле от злости сделали один из самых раздражающих и сложных туториалов в истории же есть не только ничему не учил его нельзя пропустить обычно туториал же можно пропускать это не тот случай но еще и был не сбалансирован и не нужен для истории поэтому храм испытаний просто стал обязательной раздражающей частью прохождения кэшюш когда ты начинал новую игру знаете даже воспоминания храме настолько утомляют что о нем легче и раз разговор зашел о легко забываемых вещах помните ванквиш скорее всего нет я вас не осуждаю ванквиш это как анекдот который ты рассказал и никто не засмеялся а через минуту этот же анекдот рассказывает кто-то другой и все умирают со смех знакомая ситуация потому что ванквиш предтечи metal gear rising его учитель его мастер все что есть в мгр уже было ванквиш и да ну похоже да но я не играл на самом деле в мгр я не прикасался к этой игрушечке непосредственно своими руками но я видел как это все выглядит вот это вот все да она похожа больше тут есть бы с герой с нестираемой однице который разваливает все очень похожи колен есть абсолютно точно get вальные злые русские бомбящие сан-франциско есть аниме есть мемы по аниме и даже самая бесполезная функция за всю историю игровой индустрии курение на отдельную кнопку metal gear это важно сайзин точно когда-нибудь передаст пальму мемности ванквиш но не в ближайшие пару лет потому что все может быть и слышали что эта игра шикарно и оригинально но мало кто прошел ее дальше первой главы и не потому что первый уровень какой-то там сложный или разрывает игрока как-то по-особенному вовсе нет дело в том что до сих пор никто не может брать динамика бешеная просто в этой игрушке жизнь все летит куда ты что прыгаешь скользишь понятно объяснить что это за игра и как в нее правильно играть вишли какое дело platinum games хотелось сделать слэшер по типу байонеты мэтт волк но какие-то вещи ребят происходит то на экране там шутер звучит феерично согласен только как вы собрались это делать когда ты садишься за ванквиш такое ощущение будто ты впервые видео игры увидел еще нажимать отчет меня хотят чего это выглядит жестко ну и пожалуйста мой пошло на рынка не игра каждую секунду проведенную за ванквиш вы будете ощущать что вы что-то делаете не так потому что так она скорее всего и есть ведь игра не или наоборот все что вы все что вы не делаете вы делаете так вот как над все что не делается делается к лучшему в этой игрушке и снять что она тебя хочет она просто ждет когда ты перестанешь ну вот смотри тебе со старта выдают реактивный костюм с которым ты носишься по полю как у вас ты свой как школьник в столовку но основной геймплей это спокойно сидеть за укрытиями и стрелять это должно совмещаться в основной геймплей это ребята ты должен как бы ждать выжидать ставить камеры смотреть что происходит уверять там какой-то это самое шаблон действия одного персонажа еще выжидает еще выжидать ну да у тебя есть ядерный как бы там ранец или что-то еще ты можешь летать но нет ждать выжидать вообще боевой системы и слэшеров здесь нет а стрелять как в обычном шутер уныло поэтому ты умираешь либо от русских роботов либо от скуки и судя по статистике больше половины игроков так и не прошло даже первый акт игры vanquish наверное одна из немногих игр platinum games который нужен нормальный подробный обучающий уровень а не то обучение которое больно ведь она выглядит интересный но в том плане что очень много походу и механик и вообще приколов каких-то своих но видите как сделаны бестолкового получается они обычно делают да здесь есть тренировочная комната но она задает мне тот же вопрос который у меня спрашивают больше двадцати лет опять тренировать инвертировать управление камерой и больше двадцати лет надо надо инвертировать мы можем сейчас прям вот сейчас хочешь делаем не надо точно уверен но посмотри можешь попробуешь инвертированный можете понравится точно не понравится откуда ты знаешь если не пробовал и там такое обучение все я отвечаю никто этого не хочет вы не кристофер нолан чтобы так делать основе законы мироздания в покое и это даже не а ведь есть наверное какой-то процент людей которые это включает инвертированное управление так вот у меня вопрос чем для чего делается вами тобой конкретно вот ты входишь в этот процент если дату напиши в комментариях зачем ты этим занимаешься в этой жизни чаще уровень это типа вкладка с управлением в опциях обучающие уровню platinum games особенно ну вот скажем одни разработчики вовсе могут отказаться от туториалов другие делают их невероятно сложными что их невозможно пройти вообще растягивают обучающий уровень на бой на самом деле эти обучалки вот когда есть кнопка его пропустить в любой момент это мне кажется самое оптимальное решение каким бы ты душно не сделал это обучение ты его просто подай возможность пропустить какой-то момент все те вопросы никаких не будет то есть если кто-то задушится то он просто пропустит и все дальше там в процессе разберется но оно должно быть наверное в любом случае а еще хороший вариант когда это прям процессе в тебя обучают то есть как в процессе первые пять минут тебе показывать чё куда как нажимать что как делается и все это недолго времени занимает плюс как бы уже начал играть ты не потерял время скажем так на отдельные не связаны ни с чем обучение буквально 20 часов и только platinum games делает все это сразу в их играх нет обучающих уровней потому что вся игра это туториал к ней же а платином games какая чтобы получить максимальное удовольствие от процесса игроку нужно ловить стиль знать комбо и чувствовать контроль для этого нужно потратить кучу времени но запирать игрока в туториале пока у него не конечно это как-то психопатично поэтому platinum games предлагает просто пройти игру на нормале то есть первое прохождение допустим bayonet и является всего лишь обучением перед вторым настоящим прохождением на более высокой сложности подготовка такая небольшая и это отлично работает чтобы он это хороший способ чем что мгр показывают настоящий геймплей при втором прохождении это хороший способ кстати который держит постоянно еще и в развитии в процессе всей игры то есть получается стя обучают в процессе всей игры то значит в процессе все играть и раскрываются какие-то новые механики а значит и не дают заскучать это хорошо только после него позволяют называть других людей казуалами но с ванквиш другая история ты не сможешь здесь мэш я вот это вот типа видел в каких-то не масса честно говоря вообще не разбираюсь кто что зачем куда все кнопки подряд как bayonet и надеяться на лучшее в доме мы видел мемы знаем нужна конкретика а конкретики тебе никто не дает и ты ее даже не успеешь найти потому что вся игра проходится за 3-4 часа и ты пройдешь ее скорее всего неправильно ведь игра выглядит как обычный шутер от третьего лица но играть в нее как в обычный шутера третьего лица нельзя небольшой намек реактивный костюм тебе дали не просто так с его помощью обычный шутер от третьего лица превращается в тот самый слэшер с пушками и замедлением как это все классно выглядит со стороны как он прыгает эти замедления времени и это красиво и это сложно описать всего за 2 секунды игра помогает почувствовать себя не в е... черном если ты смог конечно с ней собладать и у тебя есть выбор либо непонятно сколько разбираться в игровом процессе либо бросить игру на первом уровне говорить всем что она оригинальная и больше к ней не прикасаться большинство вы знаете не мое такое чисто не мое эти что выбрала ей сам забрасывал в анквиш раз пять потому что ничего не получалось и мне становилось скучно но если вы все-таки разберетесь а там ничего потрясающе сложного нет вот этот геймплей вау полетел полетел отпрыгнул замедлился выстрелил отлетел ускользнулся подскользнулся просто дичь какая-то это мне напоминает по динамике этого как раз человека паука игрушечку очень похоже не как там прыгаешь постоянно чё-то отталкиваясь от 1 2 3 камбушечка одна другая накапливается мира шутеров ты начинаешь понимать что это действительно шикарная игра как и говорят те два человека которые вам лишь прошли первый уровень этой игры просто сбивает с толку новых игроков заставляя их думать что вся игра такая же унылая и не дружелюбно разработчики явно не этого добивались никто не хочет чтобы самое начало игры было невыносимым для игроков никто кроме эрика шаи который своей и на the world приобрел немало фанатов среди работников преисподней посмотрите на этого француза ой какой милый какой добрый лицо невинный красивый улыбчивый добродушный для жених глаза горят энтузиазм хоть выкачивай неудивительно что именно он создал пыточное устройство от которого добровольно пострадали сотни тысяч человек и на the world делает абсолютно противоположные банки штуки что ты очень хочешь пройти эту игру до самого конца но она говорит тебе не либо снимай штаны либо вален третьего недавно это знать надо можно всего лишь взглянуть на обложку чтобы понять таких игр больше не делают один человек не только сумел создать технологическое чудо в девяносто первом году но и сумел невероятно точно визуализировать ощущение от научной фантастики семидесятых годов когда она еще была такой знаете мистической мрачной немного глуповатый совершенно антинаучной но абсолютно захватывающий вы назвал от вас верно не влюбиться игра начинается с того что рыжий парень по 1 уже слышу проекты на the world вообще впервые фамилии чайкин парку из через дрифт на черной феррари приезжает какую-то лабораторию чтобы протестировать синхофазотрон в дождливую погоду звучит достаточно научные фантастически я до сих пор не определился что больше всего меня здесь радует то что местные ученые рассекают на феррари или то что здесь использует синхофазотрон и он реально делает штуки пока чайкин гонял частицы и попивал колу лабораторию бьет молния из-за чего синхофазотрон выглядит как мультик да какой-то как будто он научно обоснованно перемещает главного героя в другой мир вместе со столом чайкин оказывается где-то в воде и новое измерение а это значит что у игроков только что начались дикие проблемы к которым они не были готовы я думаю вы заметили что игра невероятно кинематографично выглядит даже сейчас а на дворе тогда был девяносто первый год до half-life еще жить и жить постановочные видеоролики в играх тогда существовали разве что в мечтах и молитвах поэтому и на the world вызывала оргазмы своей постановкой когда чайкин телепортировался в воду прикольно и все еще думали что это видеоролик потому что разницы в графике почти нет и у тебя как у игрока есть всего несколько секунд чтобы сообразить что тебе уже дали управление и вот эти подходы тянущиеся к тебе с глубины вовсе не хотят тебе помочь и скорее всего если вы ничего не знали про и на the world до этого вас утянет на дно и заставит начать заново показав геймовер а я напоминаю игра началась три секунды назад и дальше только хуже первый уровень игры содержит в себе всего пять экранов включая водоем и эти пять экранов вы будете проходить полчаса в лучшем случае потому что слезняки если ты краешком ботиночка тронешь слезняков они выпустят свой угол и порвут твои штаны отчего герой помрет с горя мне нравится что отдельная анимация отдельная сцена для этого существует показали какую-то порну и они часто будут это делать вы покадрово будете знать эту анимацию смерти пройдет достаточно времени прежде чем ты поймешь примерный хитбокс и слезняков и научишься их давить и только ты почувствуешь себя героем как тебе предлагают убегать от монстра снова перепрыгивая через слезняков на скорость задержись ты хоть на секунду тебя сожрут слизни легли как-то не так ты умер если ты не рассчитал прыжок ты мертв снова а если вы все-таки убежите вы словите маслину конечно и это первый у вас и это легчайший уровень это мое любимое игрушечка стартовый рик шаи сделал сложную игру с неочевидными головоломками и не самым отзывчивым управлением и в этом казалось не было не анимировал он ее так хорошо прям очень красиво выглядит некоторые даже сцены которые сейчас показал это прям реально как будто будто ты какую-то анимацию отдельную смотришь мультик по смысла эрик создавала на the world под впечатлением от сложности на дискетках ребята это это если что дискеты так они выглядели вот такой вот ребята устройство существовали хранение информации дискета специальные в блоке так сказать да компьютерном в компьютерном блоке был так сказать была дырочка куда ты мог эту дискетку ребят запихать и откуда ты мог ее вытащить по-моему она вытаскивалась кнопкой типа такой кнопку нажимал и там дискетка выходила вот так это было ты dragon slayer но dragon slayer создавалась для аркадных автоматов и повышенная сложность была призвана выбивать денежки из детей а и на the world вышла сразу на домашних консолях и местами была сложнее чем dragon slayer ну так и зачем ведь помимо проверки твоих рефлексов и на the world проверяла твою логику и мастерство обращения с лазерганом и дети были к этому не готовы эта игра разрывала их но притягивала вновь и вновь и только после того как ты потратишь несколько дней чтобы пройти игру и увидеть ее наивный даже разочарована жестко жестко поймешь зачем была нужна вся эта сложность потому что игра проходится за 30 минут в неспешном ритме если 30 минут наверно когда об этом узнаешь потратив не знаю сколько неделю на то чтобы пройти слизняков ну ладно слизняков 2 не неделю но тем не менее потратив просто овер отдыха времени на что-нибудь из этого узнаешь что она проходит за 30 минут то такой я даже не какой-то speedrun это именно она просто проходит за 30 минут такой класс спасибо большое если ты знаешь что делать ну теперь-то все стало на свои места возможно именно сложности на the world обожгла разумы игроков заставив всех эту игру запомнить и обсуждать и вероятно мы должны были как так вышло что я про нее даже вообще не слышал в комментариях напишите мне интересно вы про нее слышали вот прям напишите кстати говоря еще раз еще раз хотелось бы под подметить подметить и да что сверху информация поступила что комментариев маловато это как бы ситуация исправилась сказали что улучшение есть в динамике наблюдают улучшение но в целом сверху поступило опять сообщение о том что все таки давайте-ка в этом же так ведь в этой же динамике продолжать эту ситуацию улучшать над этим стоит еще работать и работать пока к результату мы не пришли ребята вот к результату который хотят видеть пока что не пришли поэтому комментарии нужно списать нужно писать чем больше тем лучше чем длиннее тем лучше короче активно так сказать в этом способствовать улучшение ситуации спасибо большое в том числе можно написать как раз вообще слышали про такой или нет играли не играли потому что я есть про это вот впервые слышу за все свои годы существования дар на ведь в ином случае уникальнейшее приключение рисковало остаться малоизвестности даже не видел кадров отсюда ни разу никогда никогда не выбраться за пределы его квартиры кстати о уникальных приключениях из которых не выбраться быть в тюрьме страшно если это не тюрьма из олдер скроллс вам не дадут спокойно посидеть в этих играх то вы просто поспите и уже свободны то прибежит сам император рассказывать какой клёвый сон он увидел то драконы помешают правосудию но так было не всегда когда-то тюрьмы во вселенной свитков были серьезным учреждением в которых даже избранный узнавал все прелести исправительной системе что такое жутко там было темно и там почему-то не было других заключенных кроме вас но зато было множество гоблинов и крыс и если у вас получится выйти на свежий воздух в первых двух частях свитках то будьте уверены вы заслужили эту свободу никто не будет веселый город видал вышел там целый город какое-то здание кайф за ручку выдавать документы нет вы должны были найти меч выбить все золото из местных крыс несколько дней искать выход засыпая на холодном полу и прокачаться до 50 уровня а выглядели вы все это время как черт вот такое примерно потому что иначе никак чтобы на но черта широкий достаточно видали в рамках играть велдер скроллс приходилось постараться гоблина еще не так страшно там был всего лишь лабиринт с однотипными стенами толпами гоблина мне нравится что гоблина максимально типичные такие стереотипные гоблины прям как в реальной жизни да смотри как настоящий гоблин секретными проходами бесконечными поворотами и водными каналами которые связывали разные сегменты тюрьмы единственная подсказка как выбраться которая у вас есть эта сторона света в которой находится выход но сколько вы его будете искать в коридорах с одной текстуры на всех и что сломается раньше ваше терпение или ваша до сих пор неизвестно можно конечно использовать карту но помогает она не особенно сильно но хоть как-то в отличие от даггерфол о если в первых свитках казематы были однослойным лабиринтом то второй части тюрьма это шестиэтажный комплекс тупиковыми коридорами пустыми комнатами и гигантским тронным залом с передвижным стулом на вершине лестнице вы можете потратить час в этой тюрьме просто бродя по ней но ее прохождение займет у вас куда больше не забывайте блин но это с одной стороны очень интересно строк с другой стороны столько времени нужно чтобы все это изучить потратить вообще жесть и тюрьме находится еще и самый рандомный набор противников в мире ладно там крысы и мыши пускай разбойники и лучники допустим тут скелет одна штука но что в тюрьме делает медведь вот смотрите на него да у сам мне кажется не понимает что он тут забыл предысторию я бы точно хотел узнать и любой противник даже в единичном экземпляре легко оторвет вам лицо поэтому приходится сохраняться на каждом шагу искать безопасное место чтобы отоспаться и восстановить здоровье и очень часто просто убегать от противника это летающие какие-то гремли на смотри это не позорно учитывая какого года даггерфол и арена играть в них сегодня стало еще с дверь закрыл такой а ему и попу и он просто сквозь дверь весь этот неудобный интерфейс и управления для которых требуется три руки непонятная система попаданий и шакальные текстуры делают игровой опыт практически мучительно по ощущениям но в принципе по лицу главного героя вот этому выражению лица все ясно тюрьма в первых двух древних свитках это отдельная полноценная игра и когда вы пройдете эти гигантские казематы вас выкидывает в еще больший мир особенно даггерфоле и вы понимаете вам нужен недельный отдых даггерфол и арена делают все чтобы напугать игрока и вызвать у него панику неудивительно что в следующих частях вступление ну ладно из там были сохранения то с ними намного проще будем честны вот если бы их там не было это была бы какая-то дичь это конечно в любом случае дичь но это было бы уже совсем жестоко это не прям не жестко даже даже столько было бы а сохранение нормально нормально можно просто каждую секунду каждую минуту каждой полминуты по чтобы в каждые 5 секунд сохраняться и нормально ничего страшного не стало куда более безопасно это помогло удержать куда больше людей да если сравнивать то в моровин таблибиум и skyrim конечно стало играть куда приятнее и удобно но на сегодняшний день именно такие устаревшие игры как даггерфол и арена возвращают чувство новизны и неизвестности от видеоигры и если ими удастся увлечься они вероятно станут вашими лучшими играми последнего десятилетия так что советую немножко помучаться а какие первые уровни были сложными для вас делите свои мнения в комментариях и в дискорд сервере поможете мест любая игрушечка любая игрушечка это ребята сразу сложно на первом же уровне короче вот такой вот на самом деле видос зацензуренный шкашель все нормально спасибо что составили компанию ребята булджать ссылочка на оригинал естественно внизу пальчик не забудь проставить огромное спасибо всем кто это делает комментарии пишите опять чем больше тем лучше и подписчики организуйте подписывайтесь бубин сами еще расскажу что есть телеграм-канал ссылочка на него внизу есть еще отдельный игрушечный канальчик который был создан относительно недавно там уже есть на самом деле контент но как заболел естественно контент был приостановлен вот но должно что-то выйти я думаю что поэтому кому интересно вместе проводить время не только за просмотром видосов но и за какими-то игрушечками в том числе то ссылочка также внизу это местечко для вас вот все увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь му да а Продолжение следует...